День за днём Для добрых дел найдётся время. Подарки маломобильным десногорцам от администрации. Чтобы тебе было удобно, комфортно, с мамой мог гулять по нашему городу, красивому, прекрасному. Надеемся, что скоро у нас закончится режим ограничений, вы сможете больше гулять. 7 июля в здании администрации прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На 7 июля по данным Роспотребнадзора в Десногорске по-прежнему 136 заболевших коронавирусной инфекцией. Суточный прирост по области – 42 случая. Положительную динамику отметил руководитель медсанчасти Десногорска. Мы на фоне области так же выглядим, как и вся область. Там идёт снижение заболеваемости, появляются свободные койки и в самом Смоленске, и в других районах. Коэффициент распространения инфекции в Десногорске составляет 1,1. Свободный коечный фонд на 7 июля – 40%. По этим критериям Десногорск считается благополучной территорией Смоленской области. Но, тем не менее, особые эпидемиологические меры в целом по Смоленщине продлены до 20 июля. Нам надо эти две недели продолжать те мероприятия, которые мы проводили до настоящего времени. Несмотря на то, что заболеваемость наша снижается, она всё равно регистрируется, хоть единичные случаи. Менее масштабной, но всё же значимой проблемой Десногорска остаётся ливневая канализация. Часть этой системы входит в состав уличнодорожной сети, а другая её часть находится на придомовой территории. Это и создаёт трудности её комплексного обслуживания, что приводит к подтоплениям во время осадков. До момента официального оформления ливневой канализации в муниципальную собственность, я вас попрошу и службу благоустройства принимать активное участие в оказании помощи в прочистке этой ливневой канализации. Вопрос ливневой системы на данный момент – одна из приоритетных задач, стоящих перед администрацией. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Долгожданные подарки не только по праздникам. Решая новые задачи последнего времени, администрация Десногорска старается не забывать и о его жителях, особенно тех, кому помощь необходима. Здравствуйте. Вот тут вот ещё, ещё куча всего, да, запчасти. Не с пустыми руками пришли в гости к Савелию представители городской администрации. Мальчик с рождения ограничен в передвижении, и каждый выход на улицу для него – настоящий праздник. Теперь праздники будут случаться намного чаще. Чтобы тебе было удобно, комфортно, с мамой мог гулять по нашему городу, красивому, прекрасному. Надеемся, что скоро у нас закончится режим ограничений, и вы сможете больше гулять. Больше бывать на свежем воздухе Савелий со своей семьёй сможет благодаря новой коляске – неожиданному и приятному подарку. Такие же важные обновки появились и в семье Полины. Пользуйся? Посмотрите, Грандис, его пользую. Ага. Девочка у нас крепкая, духа в первую очередь. Добрые дела 6 июля коснулись четырёх десногорцев. У каждого из них свои проблемы, решить которые одному не по силам. И помочь таким людям, как выяснилось, готова не только семья. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 9 июля в Десногорске малооблачно, возможно, гроза. Температура днём плюс 19, ночью плюс 14. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин